так здесь сегодня у нас поинтересней мерседес 2016 года е213 сумму оригинальную диагностика нифига не берет принес на следующий день свой шнур чтобы посмотреть если вообще какие-то сигналы ну вот как видно кам есть белая линия горит еще диагностика в расходе там диаг шнурок и наилевейший софт что-то он видит со в 2019 года все функции открыты по идее 2022 года оригинальный ланч ни в какой с этим автомобилем не хотел связываться но может быть что-то я делал не так хотя на вряд ли что не аккумулятор сажался он показывал орал это дело но сейчас вот диагностирую посмотрим что нужно сделать здесь менялась права фара вину и с блоком и ближний свет не работает короче будем разбираться наверное надо прописать это дело как там может и нет может быть ввести в эксплуатацию новый блок и так далее мерседес попал в аварию и пока страховка разбиралась с этим делом автомобиль долго стоял на улице с разбитой фарой и блоки управления просто сгнили включая сами разъемы и все остальное так не смог я удержаться ребята и приобрел оранжа за проверил все самый дешевый вариант стоил 40 по моему 5 баксов и суть такая что он конечно не полный у него номер и не супер-пупер но во всяком случае мне такого программатора еще не было ни разума я сразу взялась мне понадобится какие-то глобальные работы конечно тогда сразу любая вещь покупать а так чтобы было потому что у тех программаторов которые у меня есть у них у всех свои особенности как говорят блогеры но я скажу что свои косяки то есть один программатор может делать одну вещь хорошо другую плохо 3 еще что-то это все ребята косички и сейчас я вставлю сюда микросхемы даже не знал как ее вставлять но здесь есть контроль допустим на что будет если я наоборот перевернул может быть будет неудачно все так что здесь у нас есть выбор типа проверка установки чип но детектор чип не определился что здесь параметры микросхемы 1 1 5 вольт смена теперь давайте перевернем как положено здесь у меня подписано 1 микросхема стоит у меня бутерброди и посмотрим накрылась она или нет о все пины окей ну давайте читаем ее 24 16 я уже сразу выбрал все работает при установке будет моргать синий светодиод это значит драйвер надо выставить вручную как это делать я думаю любой знает ну короче счета работает может быть на первый взгляд маловато но я думаю что с течением времени сюда все уляжется поинтереснее тема мало ли надо будет хрен его знает я мало вообще этими делами занимаюсь насчет последнее время люди просят поэтому нужно все свои агрегатики привести в порядок хоть чтобы они хоть мало-мальско что-то могли делать зря вы конечно не смотрите наше видео потому что у нас например очень много видео просто диагностика автомобиля именно в таком смысле что просто показываться реальные данные которые вы можете сравнить с каким-то автомобилем который у вас есть или пришел к вам на ремонт и так далее уже сравнивать эти показания и делать какие-то выводы у нас таких видео очень много с более тысячи видео на канале конечно есть что-то для спонсоров там закрытой группе но это уже отдельная тема в общем доступе тоже очень много по всем маркам практически например мы как бы не обиделись что вы не посмотрели этот сад но предыдущее видео той неделе очень мало людей смотрит но там такие показания которым как бы я сам увидел которым я удивился потому что эти показания это видео все было сделано очень давно где-то год назад и только сейчас моего выпустили я начал сравнивать с показаниями которые сейчас на этом сабе получились я просто в шоке был там есть серьезная проблема и наверно будущем мы расскажем на эту тему сделаем видео и подумаем как это все устранить и так далее там подобное и сейчас я отвечу на некоторые вопросы там значит мы по электронике тоже очень видео много делаем и нам задали такой вопрос типа а зачем вы этот мини подогрев показали ну там с приветом что ли кому нужен я вам скажу такую вещь например допустим мне нужно подогреть чип я делаю либо мне нужно подогреть новый чип новый микроконтроллер и что я буду доставать это станцию на 400 ватт понимаете зачем я буду делать там нужно 10 часов его греть где-то градусов 120 я на этот маленький поставлю подогрев и буду пускаем здесь лежит хоть сутками вот хлеба не просит мало потребляет положил сюда микроху пускай она сушится скажите тоже дебил ну ребята нет ничего такого которого которого может быть чисто защищена от влаги поэтому чипы которые лежат на складе они там конечно защищены но все равно перед любым их рекомендуется сушить и не только эти чипы всякие памяти и так далее и тому подобное но почему-то на такой малютки это не сделать выстрел 100 градусов и погнал допустим еще интересные у нас были вопросы в том плане что вот по работе хотя бы значит звонит дедушка у него toyota corolla 2012 год и там такая тема что у него на приборке он не видит поворот должны моргать повороты и они просто не моргать вот такая это его раздражает и так далее и тому подобное но и что то надо делать он пошел в дилерский центр ему там нарисовали 3000 евро за это дело но я ему говорю за эти деньги можно автомобиль купить во всяком случае такой же ну а там дело такое что там приборки дори стайлинговые есть и как бы где три циферблат больших и где два я его прошу пришли приборку чтобы я узнал фотографию приборки чтобы я узнал цену этого дела приблизительно мало ли что там запорим и хоть можно было и купить в общем он горит я не умею это делать много попроси кого-нибудь но конечно такую фотографию не прислали супер-пупер на ночь значит как бы дизайнерского вида не знаю каким-то но я просил приборку снять но во всяком случае я понял что два циферблата нашел и цена ее где-то значит от 40 евро до там 60 за 60 евро это уже в нашем городе можно было купить и там пробег где-то 220 тысяч а у него 180 или может чуть поменьше ну и как бы я ему все нашел время потратил и учитывая что он дедушка ему там 84 года как он говорит муж 70 может я как-то плохо слушаю и объясняю эту ситуацию что в принципе это реально вот но сам зондирую эту почву вижу что приборки скорее всего там механическая какая-то фигня в смысле проводов что нет контакта просто там наверно два разъема но все равно эту приборку надо снять надо машину как вы увидите а он далеко живет вот и естественно не знаю короче он мне потом перезванивает а давайте не будем но если это механическая причина тогда значит все умрет там может там массы отваливаются поскольку там если есть два разъема то там они идут через переходники какие-то провода два массы соединяются то есть в разговоре выяснилось что у него левый поворот все-таки работает то есть почему он не цокает почему значит не видит ничего но это с дедушкой трудно разговаривать поэтому лучше самому посмотреть все это дело ну вот он на я грудь я не хочу конечно давайте подождем когда она полностью приборка отвалится все массы отвалится от нее и будем тогда заниматься ничего страшного нету в этом деле вот не так давно приезжал пижо маленький такой совсем и у него значит на циферблате горит и копыта зачем они эти французы сделали такой и главное на всю приборную панель копыта горит а он хочу я машину продавать я думал женой что мы купим хорошую маленькую машинку и теперь у нас все время с ним проблему что значит тасол течет то еще что то но это такие мелочи я как бы считаю что это а вот это значит копыта на всю приборную панель это конечно шок машина настолько примитивная мало очень блоков электроники и такой подарочек они своими сделали человек поменял резину зимой как раз из зима будет он поменял резину и поехал опять или спид-центр они приговорили четыре датчика колеса но у меня есть прибор который считывает эти датчики колеса считал захожу программу смотрю там вообще бред какой-то прописан просто бредятина какой и как эти дилеры приговорили четыре датчика если они показывают и идентификаторы давление температуру все они рабочие вот кто туда наколбасил это прописала эти идентификаторы такие не вообще не понятно какие я не знаю короче ланчем я все запрограммировал он проехал 5 километров и все у него заработала вошлось ему это 50 евро вот это но не 500 же поэтому сейчас время такое что вся электроника начинают трещать по швам вот те года были там лет десять назад почему я как бы не занимался этим раньше до машины крепкие еще были здесь стало не всего то приборка умрет то какой-то блок еще то что-то заржавеет последние года машин там 16 14 блоки просто ржавые все откуда они как они так какой металл сейчас там не применять я не знаю ну короче сейчас программирование очень востребовано стало не только чуть тюнинг но и все остальное поэтому ребята занимайтесь этим делом ну насчет оранжа давайте закончим я обратился к товарищу который периодически мне помогает и всегда это в плюсе в итоге получается зовут его александр у него свой ресурс на это не он делает курса по и иммобилайзером ну и не только наверно я не знаю потому что есть всякие продвинутые ученики которые счета соображают с этим оранжем копейки обошелся я думаю надо какой-то нормальную программу все-таки поинтереснее поставить потому что если здесь смотреть давайте заглянем сюда я сейчас немножко переставлю что было видно и выведу вам на монитор все это дело здесь расположение у нас чипа и так далее помощь да у нас значит у нас система система у нас здесь вот такой серийный номер у меня тогда и в программе давайте здесь у меня видите версия 135 и в скобках r1 значит 97 2017 года в принципе как бы она меня устраивает но маловато конечно здесь информации размер где-то всего этого файла программа где-то 200 мегабайт ну я обратился к александру он не быстро все поправил поправил и сейчас мы зайдем уже в новую так сказать оживший ожившую программу и что у меня здесь у меня как раз здесь стоит чип чип от mercedes приборки которую я покупал клиенту это 2416 211 mercedes и давайте попробуем прочесть конечно я могу любым другим программатором прожить который берет эту микросхему и потом уже в калькулятор засунуть и там исправить не пробег потому что приборки которая культа там пробег гораздо больше мощи на 100000 мне нужно и давайте включим калькулятор то есть здесь и промочек считался и а вы следите за изменениями то есть где-то мне нужен был 380 или 370 пробег может 350 не помню уже давно было так здесь мне показывает 493 648 окей и теперь давайте поправим его в нужное русло что мы здесь напишем здесь напишем здесь напишем давайте правку здесь напишем 350 вот ну в обычно поправляю так что делают 1000 до 1000 пробег или заполняют нулями области которые чтобы потом через диагностику адаптировать этот или пробег меньше пишет ну естественно нужно соответствующую приборку купить допустим с автоматической коробкой и с механической они не отличаются там софт отличается сейчас я поправляют насчет окей видите у меня выделась область где у меня поправлен пробег если я допустим поставлю тысячу чтобы у меня диагностика привязать давайте эти файлы вообще забьем забьем нулями но так многие делают когда хотят чтобы приборку привязать через диагностику первые четыре строчки они спорят в нулях давайте попробуем вычислить пробег какой здесь здесь у меня сейчас когда нулями забыл забил у меня получилось 209 71 то есть у меня получится вообще 2 миллиона так хорошо если фф камни забью ну лучше написать какой-нибудь пробег скажем давайте калькулирую но километров значит что-то я обшибся не нулями забивают фф камень может там в каком-то видео если в интернете на ютубе посмотрите то что человек ошибся просто теперь мне надо 350 видите как удобно и сразу программатор и у нас до 4 строчки мне на колбасе смотрим 349 218 миль ну я думаю конечно что делать не с этим программатором он такой был дешевый но функционально естественно я ксане обратился с вами санюк всегда поможет быстро оперативно мне все сделал теперь у меня этот программатор навороченный вот не насчет бортобродов панели не знаю потом разберемся но пока у меня идут вот такие но всякие правочки и так далее и тому подобное поэтому ребята хорошая эта тема пока я не знаю чего есть поднебесные ребята на колбасе лим на колбасе ли видно им наделали они этих дешевых партий уже не будут разбирать доставать поэтому есть возможность дешево приобрести сделать полноценную программатор на этом я с вами прощаюсь обращайтесь к александру ссылочки будет под видео и в первом закрепленном комментарии всем здравия богополучия и удачи чтобы все было и ничего за это не было всем пока да кстати ребята кстати ребята мы пустили всех желающих кто делал запросы в нашу закрытую группу в контактах там у нас своя база данных есть и до нового года мы будем всех носит туда пускать желающих ну и просьба такая нам особенно нет времени этим заниматься там много людей уже которые уже стали профессионалами вы можете общаться между собой во всем и все эти каналы сделать для того чтобы вы общались между собой они дергали автора все время всякой ерунде поэтому можете общаться там есть база база недовольки интересная очень много полезного есть какие-то решения проблем есть даже такие вещи что люди обожглись там купили один программатор на него сделали ставку естественно это все легло медным тазом по стечению времени и это все как бы устаканилось и решили все эти проблемы другими вещами мы просто задержка такая поэтому допустим допустим у меня появились какие-то деньги я там не пойду пивко или там водку бухать там и и так далее я куплю какую-нибудь вещь я не могу сказать что я такой прям праведник ну как он полезную вещи не знаю даже она мне может лежать два года потом я достану и она мне помогла чем больше таких штук тем больше у нас возможности что-либо исправить и сделать но это не говорит о том что я бы не хотел в универсальный супер программатор какой-то к сожалению таких не бывает вот все они сделаны людьми люди свойственно ошибаться все делают ошибки каких-то вещах один программатор лучше каких-то хуже вот допустим у вас нету таких панелек вы можно отдельно купить можно купить больше мини про он часто 48 по моему называется и пожалуйста с полным с полным набором сокетов купить его там и на флэш найдется еще что-то такое очень интересная штука их можно втыкать куда хочешь то есть я быстро видите соорудил переходник потому что у меня и у поесть и куча всякого куча всякого и ровно я уже начал не путаться ну во всяком случае у них практически одно и то же заявленным и надо сделать так чтобы они все работали один раз настроить хотя тоже такое бывает что настроили все нормально потом какую-то другую вещь ставите их лабысь и все что-то не работает как бы нужно подготавливаться компьютеров много сейчас такое время что может быть такая вещь получаться что нет смысла допустим доставать там оригинальную диагностику там два дня смотреть допустим как мы делали видео по поводу приборной панели mercedes то есть там видео на самом деле как занимает ну раза снять приборку разобрать а мы еще диагностика начали лазить там смотреть как работает ведомый поиск по каким значит блоком ошибки это так медленно все происходит ну сунули любой диагностический универсальный сканер он бы нам то же самое показал это занял минут пять выдернули приборку прибежали разобрали и и там все понятно уже там процедура такая понятно что что-то значит сканом у нас было сразу смотрим на микросхему привет приехали по шине данных микросхема улетела каким образом она улетела неизвестно что набрала влаги и там как бы через не 12 вольт проходит и но так прошло что она косикнулся потому что мы потом смотрели то есть шина данных и камшина нормальный короче по ним информация идет еще как бы все хорошо почему приборка сдохла непонятно владелец сказал что было города и на следующий день просто начала включать автомобиль зажигание и просто приборка мертвая как это так не знаю может очень много влаги было все но еще больше нас сало и устало я не часто вылетают это вот с течением времени вы поймете сейчас трещат все эти года 207 2007 2014 вот и 2016 куча этой электроники блоков не обязательно эту блок управления двигателя хотя это немаловажная вещь но 8 смотрите сами так что идите в группу мы будем и периодически следить если что не так сразу будем банить ну и еще на этом